всем привет меня зовут марина и мы с вами находимся на канале о вязании сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые стильные и очень простые слитки вяжутся они действительно очень просто и быстро эти слитки в мастер-классе я буду вязать на размер ноги 3637 но сейчас обязательно перед тем как приступать к вязанию мы с вами разберемся с принципом вязания этих слитков так чтобы вы смогли их связать абсолютно из любой пряжи и на любой размер ноги начинать вязать эти слитки мы с вами будем как раз таки с подошвы и эти слитки у нас идут абсолютно бесшовные то есть это все идет цельное полотно то есть мы с вами свяжем подошву длиной как раз таки этой подошвы мы и сможем отрегулировать размер этих слитков то есть для того чтобы связать эти слитки на какой-то определенный размер ноги мы должны знать размер нашей ноги на которую мы планируем вязать эти слитки в сантиметрах сейчас на экране я вам ставлю таблицу где вы сможете посмотреть какому размеру какое количество сантиметров соответствует далее мы просто берем от размера нашей ноги в сантиметрах отнимаем где-то примерно 1 2 сантиметра это и будет общая длина подошвы которую мы с вами должны будем связать то есть вот как раз таки на размер как я сказала 36 37 длину этой подошвы я провязывала 21 с половиной сантиметр далее вывязала подъем мы сок и вот эту верхнюю часть а эти слитки в мастер-классе я буду вязать из пряжи толстый это у нас идет пряжа alize superlano maxi метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 100 метров и я использовала три цвета пряжи то есть подошву я вязала таким более темным цветом это также вот пряжа alize superlano maxi далее у меня связана одна платочная белая полоса для разделения скажем так основного цвета от подошвы основной цвет у меня идет вот такой вот красивый мятный и отделку здесь я также сделала белым цветом хочу сказать сразу в начале смотрите высоту вот этой части вы можете регулировать самостоятельно то есть я решила чтобы эти слитки у меня были такие более короткие поэтому вот я их связала как раз таки так чтобы они были покороче если вы захотите чтобы вот эта часть и соответственно язычок были подлиннее соответственно язычок провязываем вот этот большее количество рядов нежели я буду показывать в мастер классе и соответственно вот эту часть поворотными рядами вы провяжите большее количество сантиметров у после чего также сделаете вот такой вот край как это все вяжется в процессе вязания я также показываю и рассказываю поэтому еще раз высоту этих слитков вы можете регулировать самостоятельно то есть это вы уже можете прям определиться даже в конце и регулируете вы это как раз таки длиной язычка и длиной вот этой верхней провязанной части которые мы вяжем вот как раз таки в самом конце для вязания этих следков нам понадобятся спицы 4 миллиметра смотрите в мастер-классе можно обойтись обычными чулочными спицами но я сейчас вам расскажу на каких спицах буду вязать я значит смотрите я буду вязать на чулочных спицах как я сказала диаметр спиц у меня идет вот 4 миллиметра подошву на этих спицах буду я вязать вот эту длину язычка я также буду вязать на 2 чулочных спицах и вот эту верхнюю часть я также буду вязать на 2 чулочных спицах а вот этот подъем и мысок я буду вязать на круговых спицах также диаметр 4 миллиметра и длина от кончика до кончика 40 сантиметров это идут вот шапочные спицы укороченные но можно обойтись и вот как раз таки просто обычными чулочными спицами только единственная подъем этот мы вяжем по кругу поэтому в этом случае вам понадобится 5 чулочных спиц или 2 чулочные и круговые поэтому друзья надеюсь вам нравятся данные слитки и вы сейчас с удовольствием свяжите их вместе со мной поэтому берем пряжу спицы и приступаем к вязанию на чулочную спицу диаметр 4 миллиметра обычным способом набора с помощью длинного хвоста я набираю 6 петель петли я набрала и сейчас мы сразу приступаем к вязанию первого ряда первую кромочную петлю я сейчас снимаю и далее все остальные петли я провязываю лицевыми до конца этого ряда последние кромочные петли на протяжении всего вязания мы будем провязывать и изнаночной петлей и вязание я сразу переворачиваю на обратную сторону здесь также первую петлю я снимаю и все остальные петли также до конца этого ряда я провязываю лицевыми последнюю кромочную провязываю изнаночной и вязание снова переворачиваю то есть вот от наборного края я сейчас провязала одну платочную дорожку 1 платочная дорожка будет равна двум провязанным рядам и сейчас мы с вами будем делать расширение подошвы поэтому первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю и далее правой спицей я должна поднять вот от следующей петли вот эту платочную протяжку эту протяжку я одеваю на левую спицу после чего провязываю лицевой петлей тем самым я сейчас прибавила одну петельку далее вот вижу петли опять лицевые не довязывая до конца ряда последнюю кромочную петлю в конце ряда здесь также я сейчас подниму протяжку от платочной дорожки то есть вот она и эту протяжку провяжу сейчас лицевой петлей последнюю кромочную петлю провяжу изнаночной то есть мы с вами сейчас прибавили две петли в начале и в конце ряда далее вязание переворачиваю на изнаночную сторону и в изнаночных рядах никаких прибавлений мы делать не будем поэтому в изнаночном ряду просто первую петлю я снимаю и далее все остальные петли я провязываю лицевыми последнюю петлю в конце ряда я провязываю сейчас изнаночной петлей и вязание снова переворачиваю на лицевую сторону в лицевом ряду я сейчас снова буду делать прибавление петель в начале и конце ряда поэтому первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю далее правой спицы снова поднимаю вот эту протяжку от следующей вот платочной дорожки вот она у нас идет и одеваю на левую спицу сейчас далее эту протяжку я провязываю лицевой петлей то есть тем самым я сейчас прибавила еще одну петельку далее все остальные петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми не довязывая опять последнюю кромочную петлю в конце ряда здесь также вот поднимаю протяжку от платочной дорожки и эту протяжку также провязываю лицевой петлей последнюю кромочную провязываю изнаночной то есть мы сейчас с вами опять прибавили 2 петли в начале и в конце ряда и и того у нас на спицах уже 10 петель далее снова вязание я переворачиваю на изнаночную сторону и с изнаночной стороны я сейчас просто все петли провяжу лицевыми то есть в изнаночном ряду здесь мы также никаких прибавлений делать не будем изнаночный ряд я довязала до конца и снова переворачиваю на лицевую сторону сейчас с лицевой стороны в моем случае я сделаю последнее прибавление то есть смотрите первую петлю снимаю здесь также поднимаю вот эту протяжку от платочной дорожки одеваю на левую спицу после чего провязываю лицевой петлей все остальные петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми в тот момент когда у нас осталось в конце ряда последняя кромочная петля здесь я также поднимаю протяжку от платочной дорожки и провязываю ее лицевой петлей последнюю кромочную провязываю изнаночной то есть все вот сейчас в лицевом ряду я сделала последнее прибавление то есть больше я подошву нашу расширять не буду если у вас нога широкая то можете сделать эти прибавления до 14 петель то есть провязать сейчас изнаночный ряд и следующем лицевом ряду сделать прибавление еще двух петель в том случае если вы вяжете на ногу более широкую если вы вяжете из другой пряжи то здесь следует руководствоваться не количеством петель которые мы получаем в итоге а количеством сантиметров вот этой нашей подошвы вот именно в ширину сейчас я дальше провяжу нужную высоту подошвы просто поворотными рядами из вот этих 12 петель далее измерю подошву в сантиметрах то есть получается после того как мы сделали все прибавления сейчас вот вязание я переворачиваю получается на изнаночную сторону и все петли сейчас мы и в лицевом и в изнаночном ряду будем провязывать лицевыми то есть больше никаких прибавлений мы делать не будем и так смотрите вот я провязала длину подошвы до убавок и эта длина у меня сейчас равна ровно 19 сантиметров ширина подошвы у меня сейчас получается вот примерно 8 8 с половиной сантиметров и теперь мы будем нашу подошву немножечко закруглять здесь получается смотрите от вот этого наборного края у меня всего провязано сейчас 27 платочных дорожек подошву я сейчас буду держать вот получается лицевой стороной вверх первую петлю я сейчас снимаю и дальше убавление петель мы будем делать только в лицевом ряду в начале и конце ряда поэтому следующих две петли после кромочной я сейчас провяжу 2 вместе лицевой петлей далее вяжу все петли лицевые не довязывая до конца этого ряда 3 петель когда в конце ряда у нас остается 3 петли здесь также первую и вторую петлю я провяжу сейчас 2 вместе лицевой петлей за переднюю стенку и последнюю кромочную петлю провяжу изнаночной и вязание переворачиваю сейчас на обратную сторону с этой вот обратной изнаночной стороны никаких убавлений мы делать не будем здесь просто вот первую петельку я снимаю и все остальные петли до конца этого ряда я сейчас провяжу просто лицевыми изнаночный ряд я провязала и снова вязание переворачивают на лицевую сторону здесь в этом лицевом ряду я снова буду делать убавление петель в начале и конце ряда точно таким же образом то есть первую петлю снимаю следующих 2 петли провязываю 2 вместе лицевой петлей и опять вижу ряд лицевыми петлями не довязывая до конца этого ряда вот трех петель первую и вторую петлю вот в конце ряда я провязываю 2 вместе лицевой петлей и последнюю петлю провяжу изнаночной далее сейчас вязание снова перевернем на изнаночную сторону из изнаночной стороны все петли провяжу лицевыми и далее в следующем лицевом ряду мы снова сделаем убавление в начале и конце ряда то есть так чтобы на спицах в итоге у нас было 6 петель то есть тоже количество которое мы набирали и изначально далее сделаю снова убавление провяжу изнаночный ряд и подключусь далее мы с вами вместе будем приступать к вязанию подъема поэтому убавляем дальше петли вот до 6 как вот в моем случае и так вот нашу эту заготовку я сейчас держу лицевой стороной вверх я сделала все убавления и на спицах у меня вот осталось 6 петель рабочая нить у меня расположена вот с этой стороны полотна и сейчас получается длина подошвы вот в ровном не растянутом виде у меня на ну вот получается 21 с половиной сантиметр и здесь у меня провязана от наборного края всего 30 платочных дорожек и теперь после того как мы вырезали всю длину подошвы которая нам и необходимы мы сразу будем приступать к вязанию подъема поэтому так как рабочая нить у нас расположена вот с этой стороны вот я беру нашу подошву вот этой стороной вверх так чтобы рабочая нить у нас вот сейчас располагалась получается с правой стороны и сейчас вот вдоль этого края здесь здесь и здесь я буду поднимать кромочные петельки количество петель которые мы с вами должны будем поднять вот вдоль этого края как раз таки вот до этого кончика где мы набирали петли будет равно вот количество этих петель количество вот здесь провязанных платочных дорожек как я сказала здесь у меня всего провязано 30 платочных дорожек поэтому сейчас вот от спицы до вот этого кончика вдоль этого края я подниму 30 петель далее у нас идет вот центральная часть где мы набирали петли здесь вот в этом участке я равномерно доберу 6 петель так как изначально здесь мы набирали 6 петель после чего буду поднимать петли вдоль второго края подошвы здесь также количество петель будет равно количеству провязанных платочных дорожек то есть и того сейчас я подниму 6 петель здесь 6 петель здесь 30 петель тут и 30 петель здесь вязать сейчас этот подъем можно или на обычных чулочных спицах то есть распределив эти петли на 4 чулочные спицы можно взять спицы на леске более длинные и вязать способом magic club или я сейчас буду вязать этот подъем на шапочных спицах то есть длина от кончика до кончика здесь у меня идет 40 сантиметров и диаметр спицы также идет как и в чулочных 4 миллиметра поэтому вот я беру и по кругу начинаю добирать петли равномерно сейчас подниму 30 петель сейчас поднимать эти петли я буду за стенку петли которая расположена ближе к нам то есть если посмотреть на нашу кромочную петельку той кромочная наша петля имеет две стенки то есть заднюю которая дальше от нас и переднюю которая ближе к нам то есть я буду поднимать за ту стенку петли которая расположена ближе к нам то есть вот вторая кромочная петля 3 4 и так вдоль этого края я сейчас подняла 30 петель из кромочных до вот как раз таки этого кончика где мы набирали петли и сейчас вдоль вот здесь этого края должна добрать 6 петелек петли поднимаем самое главное равномерно так чтобы это было вот нужное нам количество то есть 1 петля 2 петля дальше вот у нас идет 34 получается 5 вот здесь и подниму шестую петельку так и вдоль этого края сейчас также подниму получается 30 петель то есть вот раз два три и так далее и так вдоль второго края подошва я также сейчас подняла 30 петель и я дошла как раз таки да вот этой чулочные спицы на этой чулочные спицы у меня сейчас расположена 6 петель поэтому три петли которые ближе к левой спицы я просто сейчас пересниму то есть вот раз два и три и три петли которые расположены ближе к правой спицы я их сейчас провяжу лицевыми вот как раз таки на правую спицу 1 2 и 3 и сейчас сюда мы можем повесить маркер это сейчас и будет началом нашего вязания и так вот мы с вами подняли все петли и теперь из этих петель мы дальше будем продолжать вязать наш подъем то есть когда мы сейчас поднимали петли это мы как бы провязали получается лицевой ряд подъем я буду вязать платочной вязкой поэтому когда мы вяжем платочную вязку именно по кругу у нас идет чередование рядов один ряд у нас получается провязана лицевыми петлями следующий ряд мы сейчас будем провязывать по кругу изнаночными петлями поэтому вот одна изнаночная петля 2 изнаночная петля 3 4 5 и так далее то есть вот по кругу до маркера я сейчас провяжу все эти петли изнаночными и так вот я провязала ряд по кругу изнаночными петлями и у нас уже получилось повязана 1 платочная дорожка далее маркер я перебрасываю сейчас на правую спицу и здесь сейчас вот в моем случае нить вот этого серого меланжевого цвета я могу обрезать так как дальше слитки я буду вязать нитью контрастного цвета в моем случае я сейчас вот беру нить белого цвета сейчас вот просто кончик белой нити прикладываю вот к изнаночной стороне никаких закрепляющих узелков сейчас здесь я не делаю и дальше нитью белого цвета продолжаю вязать ряд по кругу лицевыми петлями так как я сказала у нас будут эти ряды чередоваться один ряд вот мы провязали изнаночными петлями поэтому нитью белого цвета сейчас этот ряд по кругу я провяжу лицевыми петлями то есть все петли я провязываю лицевыми и так вот я провязала ряд по кругу лицевыми петлями нитью белого цвета то есть вот идет моя ниточка отма . и вот идет серый и белый кончик белый который мы присоединяли серой который мы обрезали и сейчас здесь вот в этом стыке чтобы не образовывалось больших каких-то дырок я возьму и этих два кончика просто сейчас свяжу смотрите раз и сразу же 2 вот такой вот узелок он будет держаться хорошо но при этом когда мы будем кончики закреплять по отдельности каждый этот узелок легко можно будет развязать значит и сейчас нитью белого цвета мы еще с вами должны провязать один ряд поэтому маркер я перебрасываю сейчас на правую спицу и по кругу сейчас нитью белого цвета я провяжу этот ряд изнаночными петлями так чтобы у нас получилось провязана еще одна платочная дорожка вот белым цветом поэтому заканчиваем вязать этот ряд вот по кругу провязывая все петли изнаночными и так вот я провязала ряд по кругу провязывая все петли изнаночными нитью белого цвета и теперь нить белого цвета здесь также я могу уже обрезать после того как я обрезала нить белого цвета вот отма . маркер я перебрасываю сейчас на правую спицу и беру нить следующего цвета опять же здесь сейчас никаких закрепляющих узелков не делаем просто вот кончик я кладу вовнутрь пальчиком его придерживаю и приступаю к вязанию следующего ряда то есть сейчас все петли по кругу я должна провязать лицевыми петлями смотрите и и того этот подъем я сейчас буду провязывать так чтобы он у меня состоял из четырех платочных дорожек что будет соответствовать восьми провязанным рядам сейчас смотрите давайте здесь также вот этих два кончика свяжем между собой то есть белый и мятный так и теперь смотрите то есть две платочные дорожки у нас уже провязаны соответственно нитью мятного цвета я еще сейчас провяжу 2 платочные дорожки то есть по кругу я провяжу сейчас сначала один ряд лицевыми петлями следующий ряд я провяжу изнаночными петлями далее еще один ряд я провяжу лицевыми петлями и один ряд изнаночными петлями то есть по кругу нитью мятным цветом я сейчас должна провязать еще четыре ряда если к примеру данные слитки вы вяжете на широкую ногу или вы хотите чтобы они по ноге сидели скажем так более свободно то этот подъем можете провязать не 4 платочных дорожек опять поэтому здесь уже на ваше усмотрение ну а я сейчас самостоятельно за кадром вот провяжу нитью мятного цвета еще 4 ряда и так вот я провязала ниткой мятного цвета получается две платочные дорожки или 4 ряда и всего вот этот мой подъем состоит из 4 платочных дорожек 1 платочная дорожка серая 1 платочная дорожка белая и 2 платочных дорожки провязана нитью мятного цвета и сейчас после того как мы вывезли нужную вот эту высоту подъема здесь нить мятного цвета мы можем также уже обрезать и сейчас относительно вот этого шва где у нас идет начало ряда мы должны найти вот 6 центральных петель здесь все просто то есть мы сначала отсчитываем сейчас вот три петли это где мы переснимали как раз таки с чулочные спицы 3 петли на левую и 3 петли на правую спицу поэтому отсчитываем сначала 3 петли после чего я здесь сейчас отсчитала 30 петель то есть это количество петель которые я набирала вдоль одного края подошвы то есть 33 петли отсчитала повесила маркер дальше 6 петель отсчитала то есть это то количество петель которые мы набирали и изначально для вязания подошвы то есть 6 петель маркер и здесь с этой стороны у нас также должно остаться вот 33 петли и теперь просто переснимая эти петли не провязывая мы сейчас должны эти петли переснять вот как раз таки до 1 маркера дальше мы с вами будем приступать к вязанию мыска и так вот я здесь просто пересняла не провязывая петли до 1 маркера и здесь этот маркер мы можем уже отложить он нам пока не нужен и теперь я беру ниточку 1 . которые вот я здесь обрезала мятного цвета кончик я просто здесь также прикладываю к изнаночной стороне и сразу приступаю к вязанию первого ряда мыска начинать вязать этот высок мы как раз таки сейчас будем с 6 центральных петель первую петлю я сейчас провязываю лицевой вторую петлю я провязываю лицевой 345 и вот у нас идет 6 петля я ее сейчас просто пересниму не провязывая для того чтобы убрать этот маркер далее петлю возвращаю обратно на левую спицу после чего шестую петлю маска и первую петлю боковой части держа вот нашу заготовку слитка лицевой стороной к себе мы сейчас провяжем 2 вместе изнаночной петлей после чего вязание я сразу переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны здесь первую петлю я снимаю дальше вяжу опять все петли лицевые не довязывая шестую петлю мыска 6 петля маска вот как раз таки где мы присоединяли нить и далее петли боковых частей с изнаночной стороны вот эти две петли мы сейчас про вяжем 2 вместе лицевой петлей и вязание переворачиваем сейчас на лицевую сторону то есть вот мы с вами провязали два ряда мыска и получили одну платочную дорожку далее мы будем делать расширение мыска то есть всего я буду этот мысок вывязывать из 12 петель то есть из того же количества из которого я вязала сейчас и подошву поэтому сейчас смотрите первую петлю я снимаю это петля мыска далее так как мы и прибавляли петли на подошву вот я поднимаю вот протяжку от платочной дорожки одеваю эту протяжку на левую спицу после чего провязываю лицевой петлей это я прибавила одну петлю далее провязываю все петли лицевые не довязывая последнюю петлю мыска сейчас когда мы сделали уже убавление вот это расстояние четко видно видно сразу что это у нас идет последняя петля мыска и дальше идут петли боковой части то есть когда у нас остается последняя петля здесь в лицевом ряду я снова поднимаю протяжку от платочной дорожки и эту протяжку провязываю лицевой петлей далее последнюю петлю мыска и первую петлю боковой части мы сейчас провяжем с лицевой стороны 2 вместе изнаночной петлей это мы с вами сейчас в лицевом ряду прибавили две петли в начале и в конце ряда далее сейчас вязание я переворачиваю на изнаночную сторону и в изнаночных рядах никаких прибавлений мы делать не будем здесь просто первую петлю я снимаю и далее все остальные петли я провязываю лицевыми не довязывая последнюю петлю мыска далее последняя петля мыска и первая петля боковой части с изнаночной стороны этих две петли я сейчас провяжу 2 вместе лицевой петлей и снова вязание переворачиваю на лицевую сторону и здесь в следующем лицевом ряду мы снова делаем прибавление этих петель еще раз давайте первую снимаю поднимаю вот протяжку от платочной дорожки одеваю ее на левую спицу после чего провязываю лицевой петлей далее вяжу все петли лицевые не довязывая одну последнюю петлю мыска и здесь в конце ряда также поднимаю сначала протяжку протяжку эту провязываю лицевой петлей после чего последнюю петлю мыска и первую петлю боковой части мы сейчас провяжем с лицевой стороны 2 вместе изнаночной петлей сейчас самостоятельно провяжите изнаночный ряд в конце изнаночного ряда последнюю петлю мыска и первую петлю боковой части провязываем 2 вместе лицевой петлей далее в следующем лицевом ряду мы снова сделаем прибавление петель в начале и в конце ряда тем самым на спицах у нас уже будет 12 петель поэтому сейчас вот изнаночный и лицевой ряд провяжите самостоятельно и так вот я провязала самостоятельно изнаночный и лицевой ряд в лицевом ряду я сейчас снова сделала прибавление в начале и в конце ряда и в тот момент когда у нас на спицах то количество петель которое нам и необходимо в моем случае 12 я дальше продолжаю вывязывать всю длину мыска только сейчас получается никаких прибавлений расширения на мысок мы делать не будем мы просто будем вязать вот этот мысок и в конце каждого ряда и лицевого и изнаночного мы будем провязывать по 2 петли вместе в лицевом ряду последнюю 12 петлю мыска и первую петлю боковой части мы будем провязывать 2 вместе изнаночной петлей провязали вязание переворачиваем на изнаночную сторону с изнаночной стороны все петли провязываем лицевыми и последнюю петлю получается мыска и первую петлю боковой части также в конце каждого изнаночного ряда мы провязываем вместе но вот в изнаночном ряду этих две петли мы провязываем 2 вместе лицевой петлей при вывязывании этого мыска эту нашу заготовку можно примерять на ногу и так смотрите вот я провязала длину мыска сейчас я измерю ее в сантиметрах просто хочу показать каким образом это выглядит на ноге и здесь у меня провязано от подъема всего 18 платочных дорожек и вот здесь смотрите в ровном не растянутом виде сейчас этот мысок у меня провязан ну вот где-то почти 12 сантиметров и теперь смотрите после того как я провязала вот здесь нужную мне длину из центральных 12 петель вот как раз таки из которых я сейчас вывязывала мысок я буду вязать сразу язычок и этот язычок я сейчас буду вязать на двух чулочных спицах диаметр 4 миллиметра то есть вот я беру следок лицевой стороной вверх и дальше продолжаю вязать вот этот наш язычок единственное вот этот язычок который мы будем вывязывать мы немножечко его сейчас за узим поэтому первую петлю я сейчас снимаю вот это наша первая петелька кромочная и далее следующих две петли то есть в лицевом ряду я провяжу сейчас две петли вместе лицевой петлей далее вот провязываю то есть это вот раз два три петли у меня сейчас вот на спице 4 5 6 7 дальше вот 8 петель и осталось у меня три петли относящиеся именно к мыску здесь также первую и вторую петлю я сейчас провяжу 2 вместе лицевой петлей и вот эту последнюю петлю мыска я сейчас не буду провязывать с петлями боковых частей эту петлю я сейчас просто провяжу изнаночный в данном случае это будет идти наша кромочная петля далее вот эту круговую спицу я откладываю и беру вторую чулочную спицу в изнаночном ряду я сейчас просто все петли провяжу лицевыми то есть и на спицах у меня сейчас расположена 10 петель смотрите вот это платочная дорожка которая вот ниже на один ряд это та платочная дорожка где мы закончили вывязывать именно мысок я ее сейчас отмечу маркером для наглядности теперь смотрите из этих 10 петель я сейчас буду просто поворотными рядами провязывать вот этот язычок у наших следков и всего я сейчас провяжу 6 рядов и дополнительно получу еще три платочные дорожки то есть и того у меня этот язычок должен сейчас состоять из четырех платочных дорожек или восьми провязанных рядов и так вот от маркера у меня провязано 4 платочные дорожки вот просто поворотными рядами сейчас вот в этом лицевом ряду я еще немножечко за ужим и сок то есть вот первую петлю снимаю следующих 2 петли провяжу 2 вместе лицевой петлей далее провязывают все петли лицевые не довязывая до конца этого ряда 3 петель в конце ряда когда у нас остается 3 петли первую и вторую петлю здесь я также провязываю 2 вместе лицевой петлей и последнюю кромочную провязываю изнаночной и все этот язычок в моем случае я буду вязать вот совсем небольшой коротенький поэтому сейчас перевернув вязание на изнаночную сторону я просто закрою все эти петли то есть вот первую петлю снимаю вторую петлю провязываю лицевой и первую протягиваю и спускаю через провязанную одну петлю провязала петля которая у нас вот была на спице я ее протягиваю и спускаю через провязанную таким образом я закрываю все петли до конца этого ряда и так вот я закрыла петли до конца этого ряда далее спицы откладываю и петельку эту вынимаю подлиннее смотрите в данном случае у меня этот вот небольшой язычок провязан если в сантиметрах то получается ну вот около четырех сантиметров сейчас в принципе вот здесь ниточку от на . мы можем уже обрезать но сейчас я вам рекомендую что оставить все-таки небольшой кончик так чтобы когда мы с вами вывяжем вот эту заднюю часть мы сейчас будем как раз ее и вязать и если когда вот эта задняя часть у нас будет готова вы поймете что этот язычок у вас получается такой совсем короткий и вам хотелось чтобы он был подлиннее то в этом случае вот я говорю оставить кончик подлиннее так чтобы вы могли при желании надо вязать высоту этого мыска то есть много оставлять ниточки не нужно ну сколько там пару метров допустим оставили и положили вовнутрь так как я вижу это уже вторую заготовку второй следок то вот этой длины маска мне в моем случае достаточно и поэтому я беру здесь просто ниточку от моточка обрезаю и смотрите вот эту петельку я беру и просто вытаскиваю далее в конце этот кончик я спрячу вот по изнаночной стороне то есть я связала вот этот язычок далее вот я приступаю к вязанию вот этой верхней части держу следок лицевой стороной к себе сейчас я беру крючок и вот ниточку от моточка которую мы обрезали и сейчас смотрите вот здесь вдоль вот этого вот промежутка я сейчас подниму три вот кромочных петли так чтобы вот эта часть которую мы будем вязать она немножечко у нас вот заходила вперед то же самое мы сделаем и с другой стороны то есть вот за вот эту платочную дорожку относящуюся к подъему то есть раз два три в моем случае за четвертую платочную дорожку и смотрите вот край я беру складываю то есть вот идет этот стык я сейчас смотрите подниму одну петлю отсюда одну петлю вот отсюда и одну петлю подниму вот здесь в этом промежутке и крючок я вставляю отмазка к подошве то есть вот таким вот образом и вот подхватываю первую петельку то есть вот первая петля дальше вот сюда я вставляю крючок вынимаю вторую петлю и вот сюда в этом промежутке так чтобы здесь у нас не образовывалось никаких дырочек ну давайте за эту стеночку вынимаю сейчас следующую вот петлю то есть вот я подняла 3 петельки смотрите вот эту часть можно вязать или будет сейчас на круговых спицах в принципе я думаю можно даже эти петли сейчас связать и на обычных чулочных спицах давайте сейчас наверное я вот как раз таки буду продолжать вязать именно чулочными спицами также диаметр 4 миллиметра то есть три петли которые я подняла с помощью крючка я переодеваю вот на чулочную спицу и дальше продолжаю вязать этот ряд лицевыми петлями то есть вот до конца вот здесь этих петель все петли здесь я сейчас провязываю лицевыми провязала вот этот полукруг до вот 2 этого стыка здесь у меня осталась одна последняя петля и и я сейчас провязываю лицевой эту последнюю петлю и круговые эти спицы я сейчас откладываю и теперь смотрите вдоль получается вот мне идет язычок вот здесь вдоль этого края я сейчас также должна буду поднять 3 петли далее смотрите вот здесь поднимать этих 3 петли я также буду смотрите вставляя крючок получается от этого мыска где у нас идет язычок к подошве вот допустим вот здесь я подниму сейчас первую петлю далее вот нить опять вперед вот здесь и сейчас смотрите подниму получается вот вторую петлю и получается вот здесь я сейчас подниму третью петлю то есть вот я подняла 3 петли видите у меня идет как будто продолжение платочной вязки и этих три поднятых петли я переснимаю на чулочную спицу крючок откладываю и беру следующую вот получается вторую чулочную спицу и теперь вот я поворотными рядами буду провязывать вот этот участок то есть первую петлю я буду снимать последнюю петлю провязывать изнаночной все остальные петли и в лицевом и в изнаночном ряду я буду провязывать лицевыми то есть первую петлю сняла и дальше все петли провязываю лицевыми и так смотрите вот я довязала ряд до конца провязывая петли лицевые и смотрите здесь в итоге с учетом вот этих трех петель которые мы добавляли с одной и трех петель и с другой стороны на спице у меня сейчас расположена 36 петель то есть вот вязание далее разворачиваю получается на лицевую сторону и здесь также первую петлю я снимаю и все остальные петли я провязываю сейчас лицевыми то есть таким образом поворотными рядами нитью мятного цвета я буду провязывать вот эту часть нашего слитка так чтобы смотрите давайте будем считать от подошвы будет более наглядно так как примеру если вы вяжете данные слитки не цветные однотонные можно запутаться то есть вот смотрите подошвой дальше вот раз платочная дорожка два три четыре то есть четыре дорожки относятся именно к подъему и дальше вот считаем общее количество 5 то есть мы провязали общую высоту 5 платочных дорожек и если сейчас мы посмотрим уже на готовый следок то всего я сейчас буду провязывать вот эту высоту смотрите 1 2 3 4 5 6 7 8 8 платочных дорожек вяжем поворотными рядами все петли провязываем лицевыми и в лицевом и в изнаночном ряду и так смотрите вот я провязала вот эту часть это у нас идет задник там где у нас будет эти пятка и здесь смотрите всего у меня провязана как я говорила вот от подошвы 8 платочных дорожек и теперь давайте измерим сантиметрах то есть получается вот от спицы именно до подошвы у меня получается ну где-то примерно шесть может шесть с половиной сантиметров занимает вот это расстояние вот с этой стороны у меня расположена рабочая моя нить и здесь я ее обрезаю так как дальше продолжать вязать вот эту часть я буду нитью белого цвета поэтому беру мою заготовку получается вот лицевой стороной к себе вот идет моя пятка беру нить белого цвета просто кончик опять же здесь прикладываю краю первую петлю провязываю лицевой кончик подтяну сейчас и дальше все остальные петли до конца этого ряда я провяжу сейчас лицевыми вот как раз таки нитью контрастного цвета последнюю петлю здесь в конце лицевого ряда я провязываю сейчас изнаночной вязание переворачиваю сейчас вот на изнаночную сторону сейчас вот этот участок нитью белым цветом мы будем вязать лицевой гладью поэтому с изнаночной стороны сейчас вот первую кромочную петлю я просто снимаю и далее до конца этого ряда я сейчас буду провязывать все петли изнаночными это в изнаночном ряду последнюю петлю вот в конце изнаночного ряда я также провязываю сейчас изнаночной петлей и вязание снова переворачиваю на лицевую сторону то есть вот смотрите белым цветом у нас сейчас получается провязана лицевая гладь и я провязала вот уже два ряда то есть дальше мы продолжаем вязать вот эту нашу лицевую гладь белым цветом поворотными рядами то есть в лицевом ряду мы все петли провязываем лицевыми в изнаночном ряду я все петли буду провязывать изнаночными и сейчас и того высоту этой белой части я провяжу 9 рядов и так смотрите вот белым цветом я провязала как я сказала 9 рядов и высота этого участка у меня состоит из примерно четырех провязанных сантиметров то есть вот белым цветом рабочая нить у меня сейчас расположена вот с этой стороны и теперь мы с вами смотрите вот эту нашу белую провязанную полосу складываем напополам и мы теперь получается петли которые у нас расположены на спице будем вместе соединять провязывать вот с этими белыми петельками вот 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 и так далее далее смотрите моя рабочая нить сейчас получается расположена вот за работой поэтому я давайте наверное вот эту петлю переверну так чтобы вот это моя рабочая нить была перед работой то есть эту нить я завела вот между первой и второй петлей к себе далее с учетом того что это у нас идет кромочная петля и здесь поднимаю первую кромочную петлю за стенку которая расположена ближе к изнаночной стороне эту стенку петли я одеваюсь сейчас на спицу и сейчас вот этих две петли я провяжу вот 2 вместе изнаночной петлей то есть вот мы с вами соединили одну петлю далее вот идет по порядку следующая белая вот протяжка я ее поднимаю одеваю получается на левую спицу после чего протяжка плюс следующая петля я их провяжу сейчас 2 вместе изнаночной петлей при этом мы одновременно будем закрывать петли поэтому первая петля которая находилась у нас на спице и я ее протягиваю и спускаю через провязанную петлю еще раз одна петля у нас находится сейчас на спице правой то есть вот я иду поднимаю следующую вот она у нас идет протяжку белую одеваю ее на левую спицу далее протяжка плюс следующая петля я их провязываю 2 вместе изнаночной петлей и петля которая была на спице я ее протягиваю и спускаю через провязанную еще раз протяжка подняли далее петлю еще раз вот следующая белая протяжка поднимаю одеваю на левую спицу далее протяжка поднятая плюс следующая петля этих две петли я провязываю сейчас 2 вместе и изнаночной петлей и петля которая была на спице протягиваю и спускаю через провязанную еще раз протяжка подняли далее протяжка плюс изнаночная петля провязали 2 вместе также изнаночной петлей и петля которая была на спице я ее протягиваю и спускаю через провязанную то есть таким образом мы закрываем вот петли до конца этого края при этом соединяя вот два края белого нашего полотна и так смотрите вот я соединила петли этих двух краев ну и вот такой вот красивый аккуратный край у нас с вами в итоге получается далее вот здесь я соединила последние вот петли кромочные и вот у меня осталась одна последняя петелька я ее вытащила по длине и ниточку от моточка обрезала и теперь в эту петельку я продеваю кончик который я обрезала от моточка и петельку аккуратно мы с вами сейчас затягиваем и теперь в принципе смотрите нам осталось только спрятать кончики то есть все кончики мы сначала вот сейчас выводим в изнаночную сторону далее мы наш следок должны вывернуть будем на изнаночную сторону и вот все кончики которые есть мы должны спрятать по изнаночной стороне сейчас на примере одного кончика я вам покажу каким образом буду прятать эти кончики я то есть вот этот кончик где мы закончили вязать мысок то есть принципе я вам говорила ниточку оставить нужно по длине и то есть принципе сейчас вы можете примерить уже ваш следок перед тем как закреплять эту ниточку и посмотреть достаточно ли длины вам вот этого мыска так как если недостаточно можете провязать ее по длине и ну а я сейчас буду прятать эти кончики то есть сначала мы кончик наш проденем вот под соседние петельки вдоль этой изнаночной стороны так далее нашу ниточку я сейчас раз слою на отдельные тоненькие ниточки то есть в моем случае у меня их будет вот раз два три 4 и 5 и теперь по 2 ниточки беру и вот где-нибудь также под соседними петлями и на две тонких ниточки продеваю и далее вот еще раз и сейчас я вынимаю только одну и вот здесь завязываю из этих двух тонких ниточек узелок 1 и 2 двойной и еще раз и раз и теперь вот здесь эти ниточки я могу уже обрезать то есть у нас получился вот такой вот маленький узелочек теперь точно так же я сейчас в другой стороне закреплю вот эти две ниточки а здесь у нас она идет одиночная но при этом эту одиночную нить можно также расслоить на 2 еще более тонкие ниточки поэтому здесь эту одну нить вот она у нас я сначала раз слою еще раз и закреплю также вот этих два совсем тонких кончика отдельно далее смотрите когда мы по изнаночной стороне спрячем кончики дальше нам останется вовнутрь вот этого скажем так белого края вдеть какие-то завязки по поводу завязок это могут быть обычные шнурки можно эти завязки будет связать айкордом в моем случае это будет идти у меня вот такой вот шнурок он у меня был длинный я его разрезала на две части и вот одну часть я вставила в один следок и вторую часть я сейчас вставлю во второй следок для этого вот я возьму сейчас булавку этот шнур вот здесь я сейчас проколю и вот как мы обычно вставляем допустим резинки помощью сейчас этой булавки я вовнутрь продену этот шнурок и так вот я вставила шнурок во внутрь этого вот белого края так и теперь смотрите по поводу этого шнурка можно сейчас будет завязать здесь вот эти наши слитки на обычный бантик ну вот к примеру на бантик я просто этот шнурок взяла завязала так но я сейчас буду это оформлять немножечко по-другому так как я это делала и на первом нашем слитке в рукодельном магазине я купила вот такую вот штучку с кнопочкой не знаю как они правильно называются так значит теперь нажимаем и на кнопочку вот и сюда продеваем кончики нашего шнурка с одной стороны в начале так вот здесь у нас он идет вот также сначала нажимаю и вставляю 2 вот этот шнурок и здесь можем уже затягивать так как это нам необходимо лишние вот эти шнурки я сейчас обрежу вот я оставлю вот так наверно пока что и вот как на втором слитке на краях вот я сделаю вот такие вот веселечки также они продаются вот в рукодельных магазинах то есть мы одеваем эту весельку на конце нашего шнурка завязываем узелок большой вот так чтобы она у нас это веселька не соскочила так и получается такой вот красивый законченный шнур смотрите хочу показать на примере вот этого слитка что при желании и необходимости можно будет сшить смотрите вот здесь два края вот этот и смотрите идет сразу у меня язычок то есть можно будет вот здесь прошить до белой части то же самое можно сделать и с другой стороны то есть вот прошить вот два края между собой до белой части то есть это в том случае если вдруг этот язычок будет выпадать и плохо будет держаться поэтому можно будет тогда этих два края прошить будет вот красиво аккуратно и при этом слитки хорошо будут держаться на ноге и не спадать с пятки так как у нас здесь идет дополнительная скажем так фиксация и вот друзья после того как мы в деле эти завязки наши слитки полностью готовы смотрятся данные слитки очень красиво и стильно вяжутся просто и быстро поэтому друзья надеюсь данный мастер-класс был для вас полезным и понятным поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх подписывайтесь на мой канал ну а мы с вами будем прощаться обязательно встретимся с вами в новых наших видео всем большое спасибо за просмотр и всем пока пока